Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях люди из отряда «Синяя птица» Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Юлия Завертяева методист и Ольга Самохина инструктор. Расскажите, зачем был создан такой отряд? Наш отряд ведет давнюю историю. Он создан был в 1975 году и цель его была организация инструктивно-методических сборов для студентов, которые проходят педагогическую практику. В настоящее время это очень многочисленное студенческое объединение, которое имеет своей целью подготовку педагогических кадров для работы летом, зимой на здравительных лагерях. Скажите, а почему у нас в «Синяя птица»? А изначально у нас как бы зародился гимн в педагогическом отряде, и там были слова «Синяя птица», и уже как бы по неволе пошло, появилось это название «Синяя птица». А еще есть фраза в песне «Вожатый профессия птица». Тоже такая идея. Расскажите о вашей деятельности, какие мероприятия, акции вы проводите. Я знаю, что вот недавно совсем вы были в Подмосковье. Расскажите о работе там. Ну, можно много говорить о деятельности педагогического отряда, потому что она действительно очень обширная сейчас. И мы не только работаем летом в оздоровительных лагерях, мы также в течение года ведем деятельность по разным направлениям, основные из которых – это подготовка вожатых. У нас функционирует трехступенчатая система дополнительного образования, называемая ее «Школа вожатых», где ведется подготовка по трем образовательным программам через Институт непрерывного образования нашего вуза. То есть у нас вожатые дипломированы, с сертификатами. Также у нас одним из главных направлений является волонтерство. Участники педагогического отряда выезжают с волонтерскими акциями, с анимационными программами в детские учреждения, детские садики. У нас есть подшефный нам Солочинский туберкулезный санаторий памяти Ленина. Мы с ним уже третий год сотрудничаем, и все большие праздники мы туда выезжаем к ним, и для воспитанников этого санатория проводим анимационные программы. И у нас очень обширная деятельность просто в течение года в университете, проведение различных мероприятий, помощь, опять же, в организации вообще университетских мероприятий. Ну и те, кто у нас уже отучились в школе вожатых, они все равно привлекаются к организации мероприятий для тех, кто еще только учится. Про зимнюю кампанию Оля расскажет. Да, вот буквально недавно мы только вернулись, неделю назад, в зимнего лагеря. Но этот зимний лагерь был организован как бы в виде проекта. Дети сами прописывали проект на лето, каким они видят сами свой летний отдых. Мы работали с детками из малообеспеченных семей. Из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей, в которых дети находятся под опекой. То есть это многодетные семьи с неродными детьми. То есть детки такой сложной категории. А что вы там делали? Мы организовывали различные мероприятия. Также каждый мог ребенок себя найти, реализовать. То есть для них были организованы различные кружки. Расскажите о самых запоминающихся событиях, которые были в Подмосковье. Может быть, какой-то конкурс интересный или мероприятие, которое запомнилось вам? Вы знаете, наверное, очень много запоминающихся моментов. Ну, могу рассказать про одно мероприятие. Мы проводили такое, как ярмарка. То есть дети у нас сами зарабатывали жетоны. Они проходили различные этапы, соревнования. Сами зарабатывали себе жетончики. И затем они могли купить на эти жетоны различные сладости. То есть это очень было весело, забавно, всем понравилось, все были в восторге. А как идет подготовка вожатых? Подготовка вожатых у нас трехступенчатая. Первая ступень – это дополнительная образовательная программа «Педагогика летнего отдыха детей». Мы приглашаем ежегодно студентов на добровольной основе. То есть кто хочет, тот приходит обучаться по этой программе. У нас ежегодно порядка 80 студентов проходит эту дополнительную программу. По итогам которой у нас организуются инструктивно-методические сборы. Это выездное мероприятие, где уже ребята могут себя попробовать на детках с какими-то программами, проектами своими. После этого мы в торжественной обстановке вручаем им сертификаты. И они едут работать в детские оздоровительные лагеря. После того, как они поработают, и кто почувствовал в себе силы заниматься этим дальше, они к нам приходят, возвращаются уже на другие программы. У нас реализуются две программы дополнительные. Основы анимационной деятельности и сопровождение детского отдыха за рубежом. То есть это уже опытные студенты, которые уже имеют опыт работы на этих программах. Ольга, как по-вашему, что должен уметь хороший вожатый? Хороший вожатый. На самом деле он должен иметь очень мало, наверное, быть таким же, как дети. Что дает эта школа вожатых? Вы знаете, она очень многое дает. И просто я, наверное, не представляю свою, как бы моя, наверное, скучная и интересная была жизнь, если бы я не попал когда-то в педагогический отряд. Во-первых, это ты приобретаешь много друзей, ты как-то даже становишься, наверное, другим человеком, раскрываешь себя. Вот, и также это возможность путешествовать. Я, допустим, я работала в лагере, мой первый лагерь был в Артеп, там в Подмосковье. Мы работали с девчонками из Америки, мы до сих пор с ними переписываемся, они всегда ждут в гости. Вот, так что это очень здорово, и возможностей очень много. Вы говорили о международном отряде, а что он собой представляет? Куда ездите? Ну, мы также работаем не только в Подмосковье, Рязанской области. Вот, мы сотрудничаем с лагерями, такие как острова Мальта, Кипр, Болгария, Венгрия. Латвия. Латвия. Вот, так что у нас... У нас есть опыт работы в лагерях, в языковых лагерях, где дети изучают английский язык, и плюс еще, ну, мы организуем досуг для них, вожатые. Это на Мальте, как известно, Мальту, после Англии. Это вторая страна, где распространено как раз усовершенствование английского языка, она очень популярна, и, соответственно, требуются всегда педагогические кадры туда. А вы уже инструктор, скажите, а какие еще ступеньки у вас есть? У нас, ну, вот у нас в основном три ступени. Я уже третий год, и, как вот Юлия Ахмедовна уже говорила, у нас можно работать не только вожатым, но и аниматором. Вот, буквально летом я работала аниматором в Сочи. А дальше уже методист. Да, дальше уже методист. Какие у вас планы на будущее? Ну, в первую очередь, мы хотим сохранить то, что мы сейчас имеем, потому что в течение года проводится очень большая работа. Ну, и развиваться дальше, то есть привлекать больше студентов, какие-то новые проекты организовывать. Но, естественно, мы хотим оставить то, что есть. То есть это работа, прежде всего, в Рязанской области, в лагерях, в Подмосковье. То есть такую базу мы, конечно, оставляем, но хотим развиваться. Но это не только сезонная работа, это работа и летом, и осенью, и зимой, и весной. Да, это работа в течение всего года. Спасибо за беседу, спасибо, что пришли. Мы желаем вам удачи в вашей деятельности. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok